здравствуйте добрый день дорогие друзья павел юрьевич мое почтение ну что ж коллеги пожалуйста огонечки если вы меня хорошо слышите ветер так так вижу огонечки значит видите и слышите прекрасно друзья мои сегодня мы поговорим о лидерстве и как их воспитывать и в дошкольных учреждениях маленьким детям во первых рассмотрим что такое лидер в словаре когда мы смотрим это ведущий первый который идет первым и ведет за собой этот человек во первых пользуется авторитетом его признают он обладает влиянием проявляет проявляется как управляющий управляет делами направляет вот иди то сделает то есть умеет еще и делегировать и в значимых ситуациях он в состоянии взять на себя ответственность чтобы принимать решение вот такие качества лидеры отличаются делится по классифицируется таким образом по содержанию деятельности это лидер вдохновитель исполнитель по характеру универсальные ситуативные эмоциональные по деятельности или деловой что такое эмоциональный деловой эмоционально он вдохновляет пошли вперед идти идут все деловые может совершенно спокойно сидеть так значит надо сделать делать так 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 идеи делай да что такое универсальный лидер универсальный он всегда в любых случаев проявляет лидерские качества это еще и вожак да он встает и за ним идет куда он идет за ним идет вот дети есть какой-то вожак в классе если он сбежал с уроков то половина класса как минимум с ним пойдут если в школу в садике если он начал что-то играть все к нему льнуться ситуативный лидер это когда лидер человека в определенном виде деятельности он лучше всех рисует когда он рисует все смотрят как он рисует если он сказал же надо так делать большинство за ним последует последует кто-то хорошо поет кто-то дерется до разли по различному проявляется вот так есть по содержанию деятельности это исполнитель и вдохновитель в чем это отличается я например поспор очень не спортивный человек в школе я очень неплохо занималась спортом добегала первая или вторая с конца слабой было но меня всегда брали в команды почему я так активно то ли кричала то ли эмоционально вдохла вдохновляла что все играли и моя команда выигрывала я была лидером вдохновителем при том что я абсолютно не спортивный человек это на моем пример да кто-то он просто идеально делает и все смотрят на него молча и повторяет тоже что он делал вот такие то есть лидер может быть в первом случае это экстраверт во втором случае это интроверт то есть человек с интровертным характером который вес в себе как бы сосредоточен на себе он тоже может быть прекрасным лидером мы видим что здесь и темперамент как бы и играет роль и не играет формальное лидерство это когда назначили начальником староста или кем-то вот ты сейчас у нас главный да мы играют кто у нас капитан команды по жеребевке или по кому-то его назначили по какому-то принципу но есть дети которые неформальные лидеры они сразу становится кто в мою команду они не ждут пока кто-то выберет одного это неформальные у них в крови это лидерство друзья мои я вроде бы меня представили пожалуйста представьтесь тоже вы здесь скорее всего в основном присутствуют воспитатели дошкольных образовательных учреждений но наверное еще и психологи или какие-то специалисты пожалуйста представьтесь и нам будет интереснее общаться да посмотрим дальше у меня к вам вот такой вопрос а зачем нам лидеры нужны вот музыкальный руководитель отлично так зачем вообще нам нужны лидеры и нужно ли нам столько людей лидеров представьте если в коллективе все лидеры и что тогда дело делать то кто будет бабушки его здорово музыкальный руководитель воспитатель отлично отлично ну что тут много моих коллег я тоже музыкант насколько актуально сейчас вот то чтобы были дети лидерами мне интересно ваше мнение а дальше я раскрою свою точку зрения почему нам нужны лидеры или не нужны и следующий вопрос почему так мало лидеров а это слово сейчас везде лидера да вот так добрый день за в отделении библиотеки ой отлично старше так почему так мало лидеров а потому что лидерские качества детей мы взрослые уничтожаем в детстве и в детском садике а потом школе и так далее каким образом будем сейчас рассматривать лидером быть сложно кто-то должен все возглавлять до лидер как опора педагога воспитания обязательно обязательно я когда в школе работала там в классе самый заядлый хулиган стал моим помощником просто обратилась слушаю рома это же не порядок у тебя в классе дети себя плохо ведут все нас ли он так встал так напрягся к следующему уроку весь класс мирный сидел и все занимались как надо всего-то надо было ему поручить потому что у это лидерство у него было а ему дали еще плюс должность ответь пожалуйста будь добр чтобы в классе было тихо во время урока и правильным делом потому что лидерство это красная тряпка с которой ты выходишь на быка во взрослой жизни лидерстве сейчас не востребовано а сейчас мы посмотрим интересное мнение очень интересны во первых мы понимаем что посмотрели что если ситуативные лидеры по сути каждый человек в какой-то мере в какой-то части он лидер в роли папы любой человек в семье лидером в роли мамы любой любой женщина в семье тоже лидер это необходимое качество которое нужно нам всем абсолютно но надо распределять где мы лидеры и это необходимо чтобы была ответственность если у мамы ребенок она несет за нее ответственность она несет за ответственность за то что он сделает как он себя поведет как обеспечить его безопасно безопасность то есть лидерство вот характеристики лидерства здесь нужны и что самое интересное у лидерства есть такие парадоксы во первых самые неудобные дети это лидеры почему они заводил и давай пойдем то сделаем так цит стой сиди тихо как часто говорим или начинают высказывать свое мнение и взрослые говорят мало еще думать когда они как бы в солнце с другой стороны лидеры самые удобные люди если вы с ними нашли язык если вы с ним договорились как с моим учеником то это самый удобный человек вот такой парадокс с одной стороны неудобный потому что он не подчиняется с другой стороны это самый удобный человек если ты с ним договорился секрет в том чтобы договорился и третий парадокс хороший лидер тот кто умеет подчиняться всегда есть кто-то порядком выше лидера кому он подчиняется если есть этот кто-то или что-то порядком выше тогда лидер это хорошо иначе это вот как сказали крясно-красная тряпка которая мешается что такое кто выше кто выше это выше может быть начальник например у вас в классе ребенок лидер над ним есть вы если он вас слушает он с вами договаривается вы с ними договариваетесь он умеет подчиняться вам это уже хорошо а вы кому подчиняетесь вы руководству школу школа там выше но все мы подчиняемся нашим ценностям если есть у нас определенные ценности и мы подчиняемся эти ценности то лидерство это прекрасно но если искажены ценности вот здесь то и происходит катастрофа поэтому очень важно какими качествами обладает лидер и какими ценностями живет лидер да очень хорошо когда в коллективе есть лидер и даже может быть несколько лидеров по разным направлениям да у них как бы разные должностные обязанности как говорят какие качества есть у лидера чувство ответственности за свои действия это вообще нужно каждому человеку вот с этого начинается лидер это тот кто во первых управляет сам собой если я управляю своими действиями тем что я делаю то да умение ставить цели достигать не хорошо бы чтобы это было я хочу а что можно сделать для того чтобы хотеть да и достигать этой цели умение ясно излагать свои мысли убеждать потому что в начале дети маленькие они могут как-то жестами в дальнейшем этот жестовый словарь расширяется вербальный вербальными инструментами он начинает говорить убеждать и мы видим что ребенок может убеждать и он пришел и договорился мы увидели что с лидерами надо договариваться как только мы начинаем приказывать мы убиваем лидера у тех у кого слабо проявлены лидерские качества они убиваются те кто от рождения лидеры они идут в тень и у них проявляется теневое лидерство они эти или это лидерство направляет весь свой резерв энергетический против вас потому что они не терпят чтобы кто-то был наравне с ними вот поэтому умение договариваться это важное качество умение излагать свои мысли убеждать но почему появляются драки а потому что два лидера не смогли договориться если мы учим их договариваться то они могут быть прекрасными командами или создавать некую конкуренцию который позволяет быстрее развиваться умение делегировать доверять и верить когда мы делегируем когда мы доверяем и когда мы верим если воспитатель не умеет делегировать то он не может позволить чтобы лидер в группе проявился он сам все делает и лидер сидит такой вялый начинает что делать лидер должен что-то делать он начинает шалить а когда мы ему верим и доверяем мы направляем его активность в нужное русло он занят делом и помогает пятое доводить начатое начатое до конца критические мыслить управлять своими эмоциями чувствовать других вот сегодня весь вебинар как раз уже в дальнейшем будет сконцентрирован на этих качествах как мы их можем развивать в дети то есть не обязательно чтобы каждый ребенок стал лидером но если в нем есть эти качества он будет счастливым семьянином он будет уважаемым отцом матерью будет уважаем в своем коллективе и будет лучше выполнять ту роль которую профессиональную роль жизненную роль которые ему будут доверять и он будет брать на себя ответственности то есть лидерские качестве на необходимые именно для того не для того чтобы он стоял и приказы давал а чтобы смог в своей сфере хорошо проявиться и состояться и так чувство ответственности что это такое когда ребенок понимает он сделал действие и после действий идут последствия иногда мы детей оберегаем и не даем видеть последствия да он пришел во время обеда насорил все он ушел за ним там кто-то прибрал а почему если он это сделал случайно это одно дело но если что-то даже если случайно ой случайно случилось давай вместе уберем он должен понимать последствия последствия это друзья мои никоим образом не наказание сломал чашку ругать надо бессмысленно мы что мы делаем надо убрать осколки а тут кто-то поранится убираем на человек расстроился потому что эта чашка кому-то принадлежала она упала и разбилась что можно сделать можно восполнить эту потерю каким-нибудь добрым словом делом рисунком то что ребенок может каким-то образом компенсировать тем способом который он может у нас что распространено просто ой прости меня и все ко мне приходит ребенок вы простите меня за что за плохое поведение на уроке хорошо я прощу тебя и что дальше если через два урока ты это забудешь и будешь опять себя вести также что мне с того что я тебя простила ничего абсолютно я тебе прощу но поработай над самим собой чтобы не повторить вот это поведение и это будет настоящая твоя ответственность а так просто слова прости вообще ничего не значит иногда люди сказали вот это прости и мы даже а пойди попроси прощения это хорошо если это что-то в человеке меня если это формальность не осмысленно толку в этом вообще нет иногда более честными в жизни оказываются те люди которые не просят прощение но своим делом показывают что да они изменились они сожалеют благодарю коллеги за ваши отзывы так готовность нести ответственность за свои поступки и видеть свои ошибки после того как мы убрали мы можем спросить а как ты думаешь а почему ты разбил стакан получилось что он разбился потому что был невнимателен отвлекся и что-то такое когда мы делаем этот анализ совершенно спокойно для того чтобы в дальнейшем не повторять а приводить к осознанности ребенок не боится за свои поступки если смотреть историю библейскую историю то что получается почему адам и евы изгнали из рая не столько из-за того что они съели яблоко из-за того что попытались скрыть и уйти от ответственности они сказали знаешь я виноваты да я это сделал но то же самое если мы хотим восстановить рай в нашей душе в душах детей нужно чтобы они не боялись признавать свои ошибки исправление ошибки начинается в тот момент когда человек признал ее если не он не признает то это будет это формальное прости да мы заставим его он скажет ненавидеть себя и тех кто его заставил будет не то дальше кто такой лидер как это тот у кого рамки собственного я расширяются то есть я несу ответственность не только за себя за друзей за свою семью я пришел скажем в садик или куда-то я представляю свою семью если я сделаю что-то плохо это может быть плохо сказано но восприниматься плохо о том что у меня семья плохая или команда проиграла да это командные игры дети играют малых командах и когда команда хорошо организованно я несу ответственность и за свою команду тут не важно капитан или нет вот это групповое ощущение группы постепенно расширяет рамки ответственности ну ребенку надо выступить спектакль да они распределили роли выучили наизусть и пару человек не выучили что они делают они подводят да поэтому кто-то с ними занимается вы знаете это очень важно это ответственность иначе у всех у нас будет плохо и и тут конечно ребенку должны родители помочь но если не разбедители кто кто-то помощник воспитатель или кто-то и ребенок чувствует насколько важна вот эта его роль этот его шпунтик да как говорят механизме его винтик насколько важен чтобы он стал на место потому что если его не будет вся композиция потеряется это тоже чувство ответственности уже не только за себя но и за других но мы имеем ввиду что это дети и слишком перебарщивать с этим тоже нельзя это постепенно шаг за шагом начинается с чего вдвоем держит руки и идут скажем парами в столовую ли куда-то парами держим пару вот эта пара хорошо ведет ведем как эта пара до показали пример и остальные держит кто-то сопротивляется конечно сильно сопротивляется во первых те кто лидер иногда тогда можно ему дать это поручение или кому просто что-то не нравится некомфортно или этот ребенок кого показали в пример не нравится тогда тоже надо заметить а почему ребенок отказывается держать эту пару тогда мы можем нейтрально сказать потому что так красиво да то есть никто не хороший неплохой а так красиво умение ставить цели вот что это такое во первых цель это промежуточное звено до цели есть мечта если мы мечтаем это мечта пока мы не спланировали ее она не становится целью я мечтаю побыть в париже или улететь на марс но какие действия для этого делаю если оставлю цель то цель я планирую вот в такое то время на летние каникулы побывать там где-то и для этого планирую мне нужно накопить финансы и отложить спланировать работу подготовить друзей может с кем-то поехать скооперироваться чтобы было веселее найти маршрут и так далее билеты вот это планирование без этого планирования цель остается мечтой отходит опять обратно лидер умеет не просто мечтать но реализовывать он не материальное делает материальным и это не материальное материализуется через эту цепочку мечта я мечтаю я хочу я планирую и здесь мне это можно легко сделать а давайте мы о чем мечтаем чтобы у нас был красивый например садик какая цель разукрасить скажем вот этот маленький уголок во дворе садика да это уже цель а что мы нужно для этого сделать нужно принести семена там располоть что нужно сделать убрать сорняки что-то сделать вот это есть планирование и дети могут сами участвовать в том чтобы разукрасить свой сад и когда они видят как это красиво у них получилось они видят цепочку мы помогаем скажем намечаем какие-то рисунки давайте нарисуем как было бы красиво они рисуют развиваем мечтательность то есть без мечты не бывает планирование если просто цель планирование без мечты это механистично и не хватает той эмоции зажигания чтобы сдвинула место и пошло иногда когда у нас идет прокрастинация это потому что цели не наши цели чужие а как мы можем сделать чтобы цель стала ребенка мы можем задавать вопросы давать ему нарисовать спеть пропеть и вдруг он чувствует да а как бы ты хотел вот у него так а ты как представляешь а вот это интересно то есть в цепочке реализации все три пункта очень важны что и кто может помешать ребенку мечтать друзья мои я жду ваши комментарии это очень интересный вопрос потому что дети почти все мечтают у них сказочные мечты они прочитали сказку кто-то там мечтает стать человеком пауком у кого-то волшебная палочка там плащ невидимка не знаю что то такое да они мечтают взрослые взрослые а каким образом каким образом каким образом ой все это мечты не надо мечтать а то не получится и потом ты расстроишься вот это дальше ребенок мечтает 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 о чем-то и ему обещают и не выполняют и это невыполнение обман настолько больно бьет ребенку что он принимает решение не мечтай не мечтать иначе или мечтать тихо про себя не говорить потому что если я что-то скажу вслух то это не произойдет и я расстроюсь я лучше не буду звать например были такие случаи истории когда дети музыкальной школе у меня выступали позвала родителей нет не позвала почему а потому что родители несколько раз приходили на концерт с опозданием когда уже ребенок закончил свое выступление или не приходили лучше уж не звать не говорить им чем но если вдруг придут то хорошо а так есть алиби чтобы их оправдать но у них наверное работа они не смогли а так говорят да придем они приходят вот понимаете когда обещают и не делают это становится больно а сверстники почему останавливают другого ребенка друзья мои а потому что сверстников также учили плюс наши материалистические мультфильмы современные мультфильмы большинстве своем лишены какого-то чуда там все показывает точно как научно все делается как это так это так это сяк и место чудеса исчезла да на самом деле всякое чудо имеет свой механизм когда мы узнаем этот механизм мы понимаем что это все в рамках науки и закона и даже стать невидимкой тоже наказывается возможно каким образом но есть разные инструменты которые например военные технологии используются или в пространстве просто отзеркаливают окружающие среду и не они стираются становятся невидимыми до тех же хамелеоны природы да берут на себя оттенки окружающей природы и становятся невидимыми есть такой механизм есть но это же как можно было додуматься вот такое сделать вот это чудо конечно детям обязательно говорить надо о мечтах читать сказки фантазировать потому что в начале возникает мысль а потом за ним действие в начале фантазия за ним действие если мы посмотрим то вся наука развивалась вслед за фантазиями писателей фантастов что писал жюль верн и подводные корабли и воздушное плавание и так далее он писал тогда когда вот этих технических возможностей не было но мы взяли ученые взяли и а давай-ка подумайте почему это невозможно а вдруг это возможно то есть или когда описывали ткань прозрачная тонкая когда мы посмотрели шелка шифон мы увидели вот эту тонкость а ведь до этого не было таких качеств вот шифон который мы имеем органза или что-то столько всяких вещей пришло к нам из стороны мечты поэтому ребенку мы позволяем мечтать умение убеждать секунду следующее качество очень важно умение убеждать и ясно излагать свои мысли что мы делаем просто развиваем речь организуем мышление каким образом мышление идет логика есть очень много программ которые показывают эту логику но в книгах упражнения что маленькое большое еще больше что зачем следует например какое животное что есть то есть это логика внимание когда мы смотрим вот это с этим связано это с этим связано вот этот свет с тем вот эти все картинки которые надо объединить вот линии они помогают и концентрацию и связать одно с другим таким образом постепенно организовывается мышление есть внутреннюю уверенность ребенка мы можем он даже не спрашивает нашего мнения он уверен а некоторым очень нужно социальное подкрепление когда мы говорим знаешь мне нравится как ты это сделал мне нравится как у тебя получилось ну какой красивый там рисунок как хорошо ты спела как точно в ноты попала когда мы говорим такие комментарии на дети часто не совсем понимает правда это или неправда они наберут что нам нужно сделать нам нужно похвалить то качество которое мы хотим в них увидеть если он не внимательный мы находим точку когда он был внимательным сказал какой ты внимательный как хорошо у тебя получается когда ты внимательный когда ты внимательная это слово внимательная в голове фиксируется и ребенок начинает создавать тот образ вот эту мечту нашу мечту которую мы передали ребенку и он своих действиях следить за тем чтобы быть внимательным какой ты активный какой ты усидчивый то есть вот эти слова которые мы говорим они создают образ мечты образ мечты его в голове а потом мы даем инструменты которые превращаются в цели и дальше мы даем направление а для чего это нужно куда это поведет ребенок умение искать и находить ресурсы что это такое во первых что ресурс такой ресурсы я хочу построить корабль до чего будешь строить не знаю вот здесь как раз то находчивость и смекалка из чего а как он выглядит корабль начинаем рисовать начинаем фантазировать какой материал подойдет бумаги можно сделать вот давай сделаем а потом пустим пускаем в воду бумага немножко поплывет бумажный кораблик потом завянет ребенок может расстроиться можно сказать а из чего можно сделать а почему он утонул так а потому что бумага смочилась смягчилась и заполнилась водой а какой материал мы можем взять который этого нет не промокает и можно например пластиковую бутылку разрезать это уже помощь взрослых которые сделать другой кораблик который не тонет можно это сделать да все можно сделать друзья мои поэтому вот задаем вопросы ребенок развивается самостоятельно когда мы задаем ему вопросы чем больше вопросов он сам себе задает мы задаем окружающие задают тем больше находят ответы ответы на пустом месте не приходит только на вопросы следующее умение видите замечать вот ребенка посылаешь иди в комнату принеси из ящика вот то 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 он идет в комнату открывает ящик и говорит его там нет нет и все точно точно ли нет что делаю говорю а ты глазки достал из кармана достань из кармана свои глазки и посмотри еще раз идет открывает находит приносит вот казалось такая игра кто бы мог подумать что вот в кармане у тебя глазки да но ты глазки одел от твои ушки на месте а давай-ка внимательно послушаем еще разочек да все одели ушки лучше слышим надели глазки лучше видим надели руки самоделы это что это внушение это чистое вот такое нлп нейролингвистическое программирование которое прекрасно работает если ребенок не видит да и есть конечно вещи которые нельзя трогать но есть вещи которым он может пользоваться поэтому обязательно мы определяем даем вот эти вещи которыми ты можешь пользоваться раз во вторых дети часто приходят спрашивают а можно это взять вот если они спрашивают это очень хорошо если они боятся спрашивать вот здесь то плохо просите принимать помощь когда дети перестают просить помощь когда в тот момент когда пришли они просить помощь их обругали да отстань от меня да не нужно да что ты о чем ты опять мечтаешь или что-то дурью занимаешься да отстань от меня вот это ребенок отвыкает от того чтобы просить помощь плюс еще мы должны показать пример следующий очень важный момент принимать помощь а когда ребенок попросил на чем-то мы ему с радостью отдали и он с радостью принимает ему хорошо еще и поблагодарил ой спасибо ой как хорошо дети могут не сказать спасибо в самом начале им их мы потом учим это очень важное качество но опять же важна искренняя благодарность не просто скажи спасибо тебе хорошо стало от того что дали да наверное за это поблагодарим ой да спасибо и тогда включается его сердечный центр энергия слова насыщается энергией если слово формальное любое действие пока она формальная обесценивается но только тогда когда включается еще и тепло души сердце внимание осознание у каждого по-разному но включается еще какая-то часть его естества тогда это становится уже ценным так вот лидеры самое важное умеют благодарить обязательно они видят чтобы поблагодарить надо увидеть даже для взрослых есть прекрасная практика книги есть об этом 21 день благодарения 28 дней там когда каждый день встаешь и благодаришь первый день то ли за воду за еду другой день за воздух которым ты дышишь люди которые тебе помогают окружении каждый день ты находишь 10 15 20 причин за что можно благодарить это так поднимает энергетику человека друзья мои у людей которые практикуют это через два-три месяца очень сильно удача жизни приходит а насколько это важно детям благодарить и важно чтобы мы тоже ребенка поблагодарили за каждое его благодеяние хорошее действие мы благодарим он видит и повторяет мы знаем что дети учатся на нашем примере если мы у них просим дай пожалуйста ручку или карандашик он дает ой спасибо и с радостью принимаем с улыбкой хорошо она отдай-ка сюда дай-ка это сюда да это одно подай пожалуйста и совершенно другое эти тонкости казалось бы у нас лидер в голове тот который издает приказы но есть неформальные лидеры которые просто будет хорошо бы если бы это было вот так и все день люди бегут делать почему а он никому конкретно то и не сказал или при человеке было бы хорошо если это будет так это неформальный но очень сильный лидер у которого внутри такой стержень что его обычное слово становится законом и хочется почему потому что он всегда с таким удивлением благодаря ой вы это сделали как я вам благодарна вы такой чуткий человек он заметил и следующий раз это чуткий человек будет бегом чутко выполнять все остальные пожелания не приказы пожелания что здесь заработала искренне благодарность доводить дело до результата это нужно вообще всем потому что каждое не законченное дело отбирает у нас огромное количество энергии есть даже психологии такой закон они заметили это у официантов если официанта спрашиваешь за каким столиком кто что заказал он точно все скажет если клиент расплатился он моментально забывает спроси что он вот тот человек он вышел что он брал не знаю пока его оперативная часть мозга вырубила это уже не актуально все завершился процесс закрыли отправили в архив но он прекрасно помнит вот что этот человек взял это это ему надо заплатить вот это это еще надо принести вот это 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 точно так же наш мозг не успокаивается ни днем ни ночью если у него есть незавершенные дела поэтому нужно учить детей в том числе доводить дело до конца до определенной точки сегодня мы сделаем этот процесс все завтра это послезавтра третье и здесь что получается концентрация на цели не разбрасывание по многим на одной цели это еще для кого важно для талантливых людей талантливые очень сильно разбазаривать свою энергию внимание на многие вещи вот это 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 они чувствуют в себе запас и начинают много дел не доводя ни одно до конца а потом у них внутреннее недовольство и неуверенность собой поэтому а давай мы сейчас распределим вот сейчас сделаем это в следующий раз другой концентрируется на цели проявляется трудолюбие и выносливость физическое чтобы доделать дело до конца и так посмотрим как же взрослые могут помешать ребенку достичь поставленных целей 4 простых вещей так читая ваши комментарии благодарим своих малышей отмечаем и благодарим да это очень важно очень правильно когда вы так делаете но перебарщивать с этим тоже не нужно например мантесори мари мантесори техника уже всем знакомо что она отмечала и если ребенок не приходит не просит ваши оценки не надо давать ему никакой оценки не надо подходить ой как хорошо ты сделал иногда детей вот одно ваше внимание отвлекает и все они не могут дальше продолжить другое дело когда они прибегают посмотрите что я делал что я сделал это одно и второе когда вы про мы благодарим тогда когда мы попросили и нам дали сделали ответили на нашу просьбу вот за это благодарим если он увлеченно работает занимается чем-то ему не надо не до нашего внимания не до наших благодарностей да и так как мы мешаем вот когда отвлекаем пора идти в столовой все закончили закончили идем детям нужно время можно сказать скоро при время будет обедать еще чуть-чуть завершаем дела даем время чтобы завершить это может быть три минуты может пять минут но не прямо сейчас все все закончили заканчиваем через три минуты мы пойдем завершайте свои дела чается уже то что ребенок перестраивается особенно это важно для мальчиков девочки быстро пристраивается а мальчики нет обесценивать ребенок принес смотри я тебя нарисовала вы смотрите там ужастик с такими ушами большими глаза влево вправо и что это я ребенок-то рисовал с другим сердцем да а расскажи на что я такое а почему ушки такие большие а потому что ты внимательно слушаешь когда я разговариваю или когда я рассказываю ребенок начинает говорить тогда не обесцениваем и мы понимаем почему это да иногда не обязательно рассказать ну хорошо молодец это не о чем тем более когда мы говорим про себя ой ужас какой дети считывает наши эмоции и несовпадение вот это несовпадение слова и чувства дети чувствуют очень тонко поэтому искренности ли вот кривизна душевная а когда обесцениваем но это ерунда я могу и тот сможет это такая пустяковина да иногда так обесценивают скажем старшие братья сестры на два-три годика постарше ну это хорошо молодец ты можешь делать давай тогда помоги чтобы у него тоже получилось так хорошо ты уже этому научился да то есть мы поддерживаем чтобы это тоже выросло как хорошо что ты научился помоги братику также сделать помоги сестрички также делать да когда активно вмешиваемся процессы ой смотри здесь надо приклеить ой здесь лучше сделать ой там вот это вмешивание тоже мешает не ребенок делает так как он может есть закон помощи знаете какой самый главный закон помощи если просят помощь можно давать меньше можно отказать но нельзя давать больше чем попросили когда вы даете больше чем человек упросил вы оставили его в неоплатном долгу долгу который не может оплатить с другой стороны вы у него похитили его победу ему нужна вот такая малюсенькая помощь вот такая штукенция как маленькая которая и он сделал бы обрадовался и да отметил бы свою победу да ему нужна одна щепка чтобы сюда поставить а вы привели готовые конструкции ну и зачем зачем он хотел сам это сделать это называется украденная победа следующее когда мы даем столько сколько хоть хочет нормально можно даже дать меньше знаешь давай я думаю вот тебе этого тоже хватит ты справишься ты сможешь и он начинает думать а как а чего иногда продолжает конючить ну извини нет только это есть ты справишься я верю в тебя и начинает делать самостоятельно делать это биваться того что надо и можно иногда отказывать отказывать тоже можно а ты точно уверен что тебе нужна помощь да я сам не справлюсь а в какой части тебе нужна помощь мы задаем вопросы вдруг он понимать что ему не нужна помощь и он может сам вдохновляется и сам идет делать все иногда да не нужно показывать не нужно давать совет а задавать вопросы понимаете самая большая помощь человеку для человека задать правильные вопросы если вы задаете правильный вопрос то он находит правильный ответ почему правильный вопрос сужает область поиска и в этой зоне поиска он находит то что надо одно дело когда вы говорите иди в комнату и принеси какую-то вещь другое дело когда вы говорите идите в комнату посмотри шкаф открой правый ящик и вон там ты найдешь вот эту вещь он легче найдет в комнате он должен все ящики перерыть а там и сказали какой ящик какой шкаф он пошел открыл и принес вот точно так же правильный вопрос позволяет легче найти ответы самостоятельное мышление что это такое ребенка на формируется вот с полутора лет где-то до трех когда начинает говорить нет я сам неплохо говорить нет а почему ты говоришь нет хорошие дети говорят да потом мы удивляемся был эксперимент команды лиза лер да это команда которая ищет пропавших людей просто волонтеры сделали эксперимент пошли в парк подошли к детям от которых мама чуть-чуть там отвернулись и дети играют и говорят пойдем со мной иногда двух-трех минут достаточно чтобы ребенку увести почему ребенок вроде чувствует опасность что ему не надо идти а он идет а потому что вот в этом возрасте ему запретили говорить не сказали что нет говорить плохо что надо слушать взрослых потом они возвращали говорили а вы знаете что мы вашего ребенка вот так убедили и даже ребенок смотрит как бы маму надо бы маму спросить зачем спрашивать там мягко и легонько и могли бы запросто увести ребенка вот это право говорить нет очень важно когда ребенок говорит нет да хорошо не хочешь пусть будет нет и чтобы он научился принимать это нет а нам нужно чтобы он сделал то что нам нужно да что мы делаем мы даем ему выбрать из двух вариантов а что ты хочешь это или это он принимает какое-то решение скорее всего одно из них каждый как-то ваше то что вам нужно будешь кушать нет не буду а ты что хочешь кашу или макароны так думает макароны а говорил ты не хоть хочу кушать все пошли кушать я разве не согласилась не хочешь не ешь а что лучше макароны все когда пойдем потом хорошо ждем десять секунд все потом наступило хорошо пошли не сейчас потом маленький ребенка еще не ориентируется во времени это у меня с племянником потрясающе работал он болел потом папа говорит потом наступило пошли идет он научился принимать решение что его слова принять меняет его правила признают да я сам хорошо бери сам конечно он должен измазаться испачкаться как он научится координировать свои движения если не будет мазаться пачкаться падать поднимать и так далее разбивать да все нормально это же естественно поддерживаем вопросами а как ты думаешь а почему для чего как можно это сделать чем больше мы даем таких вопросов тем больше они самостоятельно думают по самым примитивным вещам это для нас примитив а для детей это открытие мира управлять своими эмоциями чувствовать других это эмоциональный интеллект как это можно развивать у нас были прошлые вебинары и очень много материалов об этом это целая большая тема я сейчас не буду раскрывать во всяком случае это очень важного качества для лидера развивать эмоциональный интеллект это можно использовать сказки рисунки игрушки просто часто задавать вопрос что ты чувствуешь а что он чувствует а почему так чувствует вот когда он сделал такое действие что он чувствовал да как бы ты хотел себя чувствовать а чтобы вот чувствовать это чувство да что нужно сделать вот это есть эмоции эмоциональный интеллект и умение научаться чему-то вот мне к вам вопрос друзья мои какие физические характеристики присущий лидеру гибкость ловкость скорости сила напишите пожалуйста вот такой вопрос гибкость позволяет быть гибкими ловкость проявите ловкость проскочить скорость сила ой друзья мои а теперь задам по-другому вопрос капитан команды нет нападающий в команде футболистов какими качествами обладает нет друзья мои гибкость и ловкость это качество больше подчиненных лидер должен быть скоростным быстрым и сильным момент когда он проявляет лидерские качества он проявляет скорость и силу а гибкость и ловкость проявляет больше те кто в положении подчиненные им надо быть гибкими чтобы приказы начальства иногда начальник самодур что мы делаем проявляем ловкость гибкость гандада во все как вы скажете но делаем по-своему да вот сила есть ума не надо нет он всегда нужен он всегда нужен но вот по характеру как можно определить от природы кто наделен больше вот скорости сила гибкость и ловкость это лидеры ментальные скорости сила это лидеры физического плана вот есть красный лидер активный вот это скорости сила гибкость и ловкость это уже хитрые лидеры которые не показывают что они лидеры но они теневые тайные лидеры они позовут вот того активного явного лидера скажем слушай может стоит как ты думаешь ты не хочешь вот это попробовать хочу идет вот решили видите какие интересные затворки есть такие в подсознании человека ситуации для проявления индивидуальное лидерство чтобы дети потренировались в лидерстве нужно создавать определенные ситуации какие же ситуации мы создаем спортивные игры музыка чтение стихов конструкторы там лего все знайки какие-то игры и каждый момент каждый ребенок проявляет то качество которое в нем хорошо получается для кого-то вот мама там чистюля организм она быстро чистим помещение чтобы все было здесь аккуратно и мы говорим как хорошо ты ответственно будешь сегодня ответственным за чистоту в помещении и он берет на себя ответственность не только за себя но и за помещение и начинает убери за собой или сам убирает да проявил лидерское качество да в другом деле он не делает а вот здесь да уход за растениями животными там в игре конструкторы собирают а как будем собирать если что-то большое то можно кто тут главное говорить так ты принеси вот это это он начинает делать вот позволяем проявлять в различных ситуациях эти качества потому что если дети не натренируются они просто не будет чтобы наработать лидерство они должны потренироваться в этом задача воспитателя во первых дать возможность проявить себя только в практике дети учатся чему-то любому кушать ложкой попадать в рода карандашиком писать молоточком не по пальцам а по гвоздю только через практику научить действовать в коллективе лидер это социальные явления сам себе один человек не лидер он индивидуал индивидуалист лидер это в группе когда он считается с мнением других и находит то ли золотую середину который всем удобно или вдохновляет и все идут за ним он работает с коллективом и он член коллектива научить подчиняться коллективным интересам это правило всегда есть какое-то правило да дети очень вот в этом возрасте четыре пять лет начинает уважать правила надо вначале сделать это потом это вот если мама научила что надо майку заделась в трусы футболку в колготки то не выбежь у него вот это он привык так и так будет одеваться до порядок одежда что куда задеть вот эти порядки правила для детей очень ценны и мы в коллективе вот в этой игре у нас такие правила озвучиваем правила и делаем потом начинается другая игра другие правила и иногда лидеры начинает с того что меняют правила хорошо давайте договоримся договариваются и тогда они начинают тоже работать так здесь написали нет связи друзья мои если вы хорошо слышите видите пожалуйста огонечек нажмите на огонечек научиться подчиняться коллективным интересам все есть значит связи есть у ларисы морозовые сложности напишите пожалуйста в чате пусть обновить страничку научить подчиняться коллективным интересам и дать систему общечеловеческих ценностей общечеловеческие ценности самое важное чтобы человек ребенок не стал теневой стороной вот решили да он одно дело если он ввел в интересах государства но когда превалирует свои собственные цели выгоду извлечь это может быть очень плохо поэтому мы всегда даем систему общечеловеческих ценностей действия воспитателя наблюдать и выделять сильные стороны каждого ребенка хорошо если у вас будет дневник где вы будете записывать создавать различные ситуации где каждый сможет проявить себя вот эту ситуативную активность наделите полномочиями по очереди сегодня у нас ответственный за чистоту миша с надей все завтра сегодня у нас ответственные за то чтобы все игрушки были по местам расставлены в конце вот это и таким образом мы продолжаем по очереди каждому даем ответственным да в танце сегодня нам движение показывает миша миша встает впереди с вами вместе мы с мишей сегодня вам показываем миша повторяет за вами а все дети смотрят на мишу создавать правила исследовать им мы создаем правила меняем правила но эти хорошо если вот в этой игре эти правила если хотим поменять правила меняем игру название игры иначе не будет правил нельзя чтобы одно правило вот сегодня было такое завтра другое в этой игре такие правила в другой игре другие правила вот тогда есть закон понимание и уважение закона ну что же и в конце я хочу привести очень интересную фразу джек велч это бывший генеральный директор компании дженерал электрикс то есть это очень большая компания прежде чем стать лидером вы стремитесь к собственному успеху для лидера успех это наблюдать рост других когда мы говорим о лидере настоящем руководители он радуется успеху других когда в его команде растут то это прекрасно если взять то дорогие мои друзья коллеги вы все лидеры потому что вы наблюдаете как под вашим руководством дети развиваются становится лучше и лучше вот на этом я сегодня завершаю свой вебинар приглашаю павла юрьевича сейчас он вам расскажет как приобрести сертификаты а пока он подключается пожалуйста напишите в чате вам это важно для самих себя какие инструменты какие мысли для вас были сегодня важны и вы можете использовать просто потому что дальше если вы сейчас не зафиксируете это то вы забудете и мне тоже интересно конечно на что для вас было особенно ценным так ну что ж я ухожу до новых встреч друзья мои большое вам спасибо закон помощи да помощь никогда не должно быть больше чем нужно все до свидания до новых встреч друзья мои